Всем привет! Вы на канале Вовчик Плей, с вами Владимир и Ольга. Завтра 29 июня, вторник, в игре пройдут плановые технические работы. Сервера будут недоступны с 9.00 до 13.00 по московскому времени. Также в это время будет недоступен официальный сайт. И коротко о том, что завезут завтра. Завтра станет доступен в игре новый персонаж Корсар. Романтик, мечтатель, пират, персонаж женского класса с очень красочными скиллами. Надеюсь, они будут такими же эффективными, как и красивыми. Новый персонаж выйдет уже с наследием. 100% силы основного оружия будет применяться в наследии. Пробуждение Корсара планируется через 4-5 недель после выхода. Завтра также стартует летний сезон. У вас осталось совсем немного времени, чтобы предсоздать сезонного персонажа и получить награды. Сияющие сундуки Шакоту, бой и ремесло. И карту сокровищ Велли, которая нужна для выполнения особого задания. Если в качестве сезонного персонажа вы создадите Корсара, то сможете получить награды за 2 ивента. Особенностью нового сезона является облегченная основная цепочка для тех, кто уже хоть раз проходил ее хотя бы на одном персонаже. А также возможность поменять сезонного персонажа без потери прогресса в развитии. Ранее, если вам не понравился персонаж, которого вы качали на сезонном сервере, поменять его можно было, лишь удалив созданного персонажа. Вместе с Персом удалялись боевой опыт, опыт навыков, полученные этим персонажем. В этом сезоне вы сможете поменять сезонного персонажа, использовав секундомер Фугара. Его можно получить один раз на аккаунт, выполнив задание от Фугара сезонным персонажем 56 уровня и выше. Использовать секундомер можно только сезонным персонажем на обычном сервере, не на сезонном. Персонаж, которому вы передаете опыт сезонного, не может быть выше 25 уровня. Вместе с опытом и опытом навыков вы передаете новому персонажу статус сезонного персонажа. Если вы используете секундомер Фугара, в сумке персонажа предоставляются три купона на обмен основного, дополнительного и пробужденного оружия Тувалы, которые можно обменять на оружие Тувалы для нового класса. Ну, как я это понимаю, ребят? То есть, если вам не понравился персонаж, которого вы качали на сезонном сервере, например, возьмем Корсара, но вот не зашел вам Корсар, вы докачали его до 56 уровня, и хотите на сезонном сервере качать другого персонажа. Ранее вы могли это сделать, только удалив уже прокаченного персонажа, которым вы ранее играли, и весь его прогресс удалялся вместе с персом. Сейчас, по просьбам игроков, вот этот весь прогресс можно перенести на другого персонажа, которого вы создаете на обычном сервере. То есть, это может быть персонаж первого, второго, третьего, но не выше 25 уровня, и передать ему весь прогресс от уже прокаченного до 56 уровня и выше персонажа на сезонном сервере. Ну, я надеюсь, что это будет вот так реализовано. Теперь при получении заостренных кусков черного кристалла, куска твердого черного кристалла, во время сбора воды или копания, будет отображаться эмоция восторга, однако процессы копания и сбора воды будут продолжаться. Ну, и немножко о том, чего нет в анонсе, но наверняка завтра появится. Появится подписка черного духа, купив которую вы сможете, помимо основной награды за достижение сезонного персонажа, получать дополнительные, расширенные награды, а также ивент на прокачку сезонного персонажа и связанные с этим награды. Если вы помните, получаете определенные уровни, выполняете какие-то задачи, и получаете награды. Игровой магазин пополнится новыми товарами и скидками. Ну, и по традиции в конце видео расскажу, какие ивенты завтра завершаются. Ивент Кик мы скучаем по капитану. В период ивента с помощью купона можно получить свиток Метаморфоз Фрио. Значит, купончик будет, если вы захотите поучаствовать в этом ивенте, у вас еще есть такая возможность. Данный купон будет в описании под видео. Его вводите в игру, получаете свиток Метаморфоз, принимаете облик Выдры, делаете скриншот, размещаете его на форуме в разделе Галерея скриншоты с заголовком Пираты прыгучей рыбы. Вы, к сожалению, уже не сможете поучаствовать в розыгрыше главного приза, потому что для розыгрыша главного приза нужно было сделать скрин рядом с ГЭМ, который появлялся только 25-26 числа. Но при этом вы сможете получить в награду два свитка удачи и особую удочку. Также завтра заканчивается ивент на предсоздание сезонного персонажа, о котором я выше вам говорила. Значит, награду за предсоздание вы получите Сияющий сундук Шакату Бой и Сияющий сундук Шакату Ремесло и Карту Сокровищ Велии. Ивент Ураганный Ветер Гран-при Убывающей Луны. В ходе ивента можно было выполнить квест и получить в награду Корм Каменной Пустоши, эликсир Яростной Гонки и предметы для пробуждения иллюзий. А на этом все, ребят. Кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на наш канал. И всем спасибо, всем пока!